Утро на радио Комсомольская правда. Боже мой, усадьба Железнова. Кстати, смотрите, как получилось замечательно. Ровно неделю назад вы пришли, мы начали рассказ про усадьбу Железнова на Рослюксембург, да? Да. И буквально в тот же день посыпалась информация про эту усадьбу, про то, что там что-то меняется, там бутики, не бутики, там что-то там внутри, там какие-то перетурбации. Это вроде как чуть ли последняя информация о гостинице и с рестораном. То есть небольшая элитная гостиница, совсем, говорят, номеров 5-6 и ресторан. Ну, туда больше и не влезет-то. Да, там очень своеобразное помещение. Ну, вот, кстати, учитывая, что это все-таки здание историческое, памятник архитектуры и прочее-прочее, псевдорусский стиль, ну, вот, историки, не знаю, они радуются, когда такие здания используются, неважно по какому назначению, но факт тот, что доступ внутрь есть, да? Или все-таки люди, которые около истории, они предпочитают, чтобы памятниками оставались действительно памятниками? Ну, я бы сказал так, что вот лично я, для меня лучше, чтобы здание использовалось. Потому что вот несколько лет, пока здание пустовало, это такая, знаете, верная медленная смерть для любого исторического памятника. Даже пускай это крепкое такое физически хорошо построенное здание, но, тем не менее, оно разрушалось. Я за то, чтобы оно хоть как-то использовалось. Другой вопрос, что я бы предпочел бы, чтобы там был какой-то объект культуры, допустим, а не ресторан, но в нынешних реалиях, наверное, нужно понимать, что вряд ли какое-то наш учреждение культуры может себе позволить отреставрировать это здание, да и, наверное, и содержать его, учитывая растущие коммунальные платежи и прочее, прочее, прочее. Угу. Один из заголовков, которые вот проскочили буквально в последние дни, связанные с усадьбой Железнова, «Красный терем с призраками». История старинной усадьбы Железнова, которую превратят в элитный отель. Вот. Но, действительно, здание приковывает взгляд, этого не отнимешь, потому что, пожалуй, таких в Екатеринбурге больше нет. И, причем, чем вот дальше от него отступаешь, то я имею в виду, если вот стоишь прямо под носом этого здания, так вот на расстоянии вытянутой руки, то вот не так красиво. А вот чем дальше от него отступаешь, с противоположной стороны улицы, например, смотришь, тем оно красивее, тем оно краше, потому что видно вот как раз-таки архитектуру, тот самый псевдорусский стиль и все остальное. Говорят, сообщение от нашего радиослушателя уже пришло, говорят, что там огромные подвалы, даже вот с оригинальной отделкой. Читал такую информацию в интернете, учитывая, что действительно много было за последние недели. Ну, огромное, это, наверное, преувеличение, но то, что там очень, очень мощные подвалы и достаточно холодные. Не случайно у нас там и археологи любили хранить свое имущество, потому что оно точно там не портилось. Вот, да и сами было время, когда часть сотрудников исторической археологии сидела как раз в этом полуподвальном этаже. Могу вам сказать, что не только зимой, но и летом там не жарко. Вообще подвал широко использовался, но мы об этом немножко можем позже сказать. Ну, а возвращаясь к дому, мы, наверное, закончили наш разговор на том, что его строитель Алексей Никитич Казанцев, он, к сожалению, прожил там недолго. Через какое-то время здание перешло к его наследникам, которое, видимо, там вообще-то была ссора такая достаточно длительная. Видимо, они решили здание продать. К сожалению, документов нет. То есть, когда кому переходило здание, возможно, но и не раз. Я находил следы там пребывания некого господина Андрющенко, только потом Железнова. Сам Железнов, ну, по традиции, скажем, он варяг. Вот, он абсолютно... Как и большинство. Да, он родился в 1853 году. Село Лялицы, Ямбургского уезда, Санкт-Петербургской губернии. То есть, к варягам-то вообще очень близко. Вот, наверное, когда... Лялицы Ямбургского уезда. Да, совершенно. Ну, там названий много разных. Видите, есть как бы и русские, и финские. И вдобавок ко всему названия еще пришедшие с Петровым I, с его последовательными. Немецкие. Да, совершенно верно. Вот, наверное, никогда он про Урал-то и не думал в те времена, когда родился, первые годы. Но потом ситуация так. Он дожил до призывного возраста. И его отправили в армию. Причем ему как раз, так сказать, посчастливилось попасть на русско-турецкую войну 1877-78 годов. Причем он служил в конной артиллерии. И был так называемый фейерверкер. Ну, это начальственный чин, такой солдатский начальственный чин. Причем фейерверкеры отбирали, как правило, людей сообразительных. Их старались обучать хорошо. По крайней мере, начальное образование им в полковых школах давали. И, в общем целом, он мог иногда сам самостоятельно командовать орудием. Более того, во время войны он отличился. Отличился. Воевал он не в Болгарии, а ближе к Черногории. В результате у него два знака военного ордена 3-4 степени и Черногорский серебряный крест за храбрость. То есть, такой достаточно хороший послужной список. А потом, видимо, у нас же срок службы сократили во времена Александра II. Он вышел в отставку, превратился в отставного фейерверкера. Фейерверкер? Да. Это что это? Ну, фейер, фойер, огонь производитель. Не, ну все сразу подумали про фейерверк, это понятно. Ну, близко к этому, да. Но это имеет к артиллерийскому орудию отношение. Фейерверкер, то есть, производитель огня и так далее. То есть, человек, который руководитель артиллерийским орудием. И он устроился в фирму Бориса Ивановича Виннера, производителя динамита. У нас больше всех знают, как бы, Нобеля, да. Но у нас тогда была целая куча изобретенных различных взрывчатых веществ. И в том числе, вот, Борис Иванович Виннер был, как бы, изобретателем одного из разновидностей. Он... Прерву на секундочку, на телефонный звонок ответим. У нас там радиослушатель висит на линии 385-09-23. Вдруг, вдруг в тему. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Денис. Я еду с Академического. Ну, в принципе, уже доехал, жену довез. Дороги нечищенные. Кошмар. Алло. Так. Вот, подъехали, стоим. Куда? Техники вообще никакой. Так вот, уже все, к центру на Ленина подъехали. А вы про обстановку в городе просто хотели рассказать? Да. То есть техники не видели? Дороги завалены? Пробки? Да. Пробки, пробки, в принципе, большие. Выезжаю в 7 часов, выехал в 7, приехал, ну, наверное, вот только приехал в центр города. Так, спасибо вам большое. Да, ну, у нас радиослушатели помогают мониторить обстановку на дорогах. Сегодня визит Путина, живи в Екатеринбург, и две дороги даже почистят возле резиденции губернатора, там даже скребут, говорят уже. Ну, посмотрим, во что это превратится к вечеру. Так, торговля взрывчатыми веществами производства. Да, и лично сам Алексей Инфиногенович, он предложил открыть филиал для Урала и Сападной Сибири, потому что эти территории с точки зрения рудников, приисков, они были очень богаты. Естественно, что здесь породы сложные, надо было использовать взрывчатые материалы. И вот, собственно говоря, он отправился, но не в Екатеринбург сначала, а в Нижний Тагил, потому что это центр крупного горнозаводского имения. Устроил там склад в конце 80-х годов, 19-го века. Там же, похоже, он и женился. Там же у него появились первые дети, а у него вообще было три сына и дочь. Причем он прожил в Нижнем Тагиле, но, наверное, с середины 80-х годов, примерно по 1900-1903 годы. Торговал там динамитами, взрывчатыми веществами, занимался общественной деятельностью, старость-то был, по-моему, на кладбищенской, с такой скорбященской церкви, богодельну там устраивал, ну, еще, так сказать, помогал устраивать, финансировал. Но уже с 1895 года, с 9 мая, он уже числился Екатеринбургским купцом второй гильдии. Есть следы его пребывания в нашем городе, но он, приезжая сюда, останавливался в гостиницах, в частности, вот той атамановской гостинице, про которую мы с вами как-то уже рассказывали. Приводила его деловая, как бы, сторона, и еще одна. Он был страстным кавалеристом, любителем конного спорта. Но все-таки фейерверк, это он из конной артиллерии, и, видимо, эта страсть у него сохранил. Так что у него была прекрасная конюшня, вот, сколько скаковых лошадей. И он, появляясь в Екатеринбурге, решая попутно деловые вопросы одновременно, еще и участвовал в скачках на нашем ипподроме. Вот. Ну, и, видимо, постепенно, постепенно он пришел к мысли, что надо перебираться. Точная дата, я уже сказал, что неизвестна. Но, знаете, есть два сообщения в газете о том, как его обокрали. Один раз обокрали где-то в октябре 1904 года, и говорится, что он тогда жил в квартире, снимал квартиру на Водочной улице. А второй раз его обокрали в ноябре 1905-го, и это уже был дом Казанцева, ставший домом Железного. Так, у нас удивляются радиослушатели тому, что в Екатеринбурге был ипподром. Так, 3850923, еще такое сообщение. Ну, давайте на телефон звонок ответим. Доброе утро. Доброе. Подскажите, пожалуйста, поехал на машине, слышал, что там вроде какой-то конкурс есть по поводу выиграть билет. Я просто жене хотел подарок сделать. Да, я понимаю, если можно, мы сейчас отключимся. У нас вот очень быстро меняются темы и гости в сегодняшнем эфире. Мы сейчас рассказываем про усадьбу Железного. Владимир Петрович Микитюк, историк сейчас в нашей студии. Поэтому завтра, завтрашнего утра давайте дождемся. Все-таки не будем перепрыгивать с темы на тему. Такое еще сообщение, Владимир Петрович. Так. Говорят, что жена Железнова была клептоманкой, и что это ее призрак бродит там, ну, городские легенды-то. Так, такое еще сообщение. Что, кстати, известно про его? Он-то пока там кавалерист, пока он фейерверкер, пока он по ипподромам скакал, и семья-то его чего, как? Ну, что касается семьи, то Мария Ефимовна, действительно, как говорят, потому что никаких документальных данных нет по этому поводу, но старожила рассказывали, что действительно у нее было это заболевание клептоманией, и якобы она когда-то ходила по магазинам, ну, естественно, кое-что там прикарманивая, а муж ходил следом за ней и расплачивался. Но, подчеркиваю, это только домыслы, и никаких фактов по этому поводу нет. Но действительно еще говорят, что женщина была относительно нелюдимая. Может быть, как-то она пришлась не по душе Екатеринбургскому обществу. Сам-то как раз Алексей Анфиногенович, он общественным человеком был, она нет. Единственное, у нее была отдушина, это театр и цветы. Точнее, две, наверное, отдушины. Он для нее специально купил садоводство Казанцевых, перевезли его поближе, и где-то с 1908 года вот в усадьбе Железного активно торговали цветами. Причем завозимыми из Европы, в частности, те же самые Азалия, Рудодендроны и так далее. То есть все это можно было там приобрести. Видимо, как раз вот Мария Ефимовна этим заведовала. А, наверное, по поводу призрака, ну, то знаете, во-первых, не только призрак. Есть версия того, что он ее и похоронил в саду при доме Железного. Но эта версия родилась уже в постсоветское время. А в реальной жизни действительно она пошла в 1914 году, в ноябре, на спектакль, хотела посмотреть Ромео и Джульетту. И во время этого спектакля она и скончалась. Во время спектакля Ромео и Джульетта? Совершенно верно. Оперный спектакль. Это было случайно, если она такая впечатлительная дама была? Кровоизлияние в мозг. Так что вот это официальная версия, официальное заключение. Причем ее даже не совсем по христианским традициям, там три дня полагается, а ее захоронили. Ну, видимо, шло, как бы медицина там долго разбиралась с ее смертью. Захоронили чуть позже. А может, просто-напросто мужа не было дома в тот момент. Но так или иначе известно, что ее отпели в Екатерининском соборе и похоронили на монастырском кладбище. Ну, по поводу призрака ничего не могу сказать. Я там когда-то сторожем подрабатывал в этом здании. Уверяю вас, ни одного, ни разу не встречал. Ни одного призрака не было замечено. Там все время уверяли, что пахнет французскими духами и женщина в белом. Вот не встречал. Ночью не было. Вы знаете, вот те, кто был в Лувре, они знают, что там пахнет совсем не французскими духами. Там пахнет общественным туалетом. И там поддерживается легенда тоже вот определенного толка. Ну, как минимум про то, что там не было в Средневековье туалетов. И вот, дескать, до сих пор, с тех пор, вот еще до наших времен сохранилось. Но это, конечно же, всего лишь легенды. Короткий блок рекламы. Сейчас, через минутку, вернемся. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ГЛАВНАЯ ВОВРЕМЯ РЕКЛАМА Детское отделение Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Мичурино-132 работает даже в выходные и праздничные дни. Звоните 334-3808. О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. 18 апреля в Екатеринбурге наступит «Весна карьеры». Уральский федеральный университет собирает на одной площадке известных российских и международных работодателей, представителей кадровых агентств и HR-специалистов. Студенты уральских городов смогут пройти обучающие тренинги, принять участие в мастер-классах, узнать о компетенциях, необходимых современному выпускнику вуза, пообщаться с представителями компаний в неформальной обстановке, выиграть ценные призы, а главное – получить приглашение на стажировку или собеседование. Приглашаем молодежь Екатеринбурга, студентов и выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений на крупнейшее карьерное событие региона этой весны. 18 апреля. Ельцин-центр. Подробности на сайте урфу.ру и в группе «Весна карьеры» сети ВКонтакте. Телефон рекламной службы в Екатеринбурге. 379-27-73. Утро. На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Умите со мной в студии Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Института Истории и Археологии УРОРАН. Усадьба Железнова у нас сегодня программа вторая, уже посвященная этому дому. И правильно отмечают наши радиослушатели. Вот стояла себе усадьба, стояла. Проезжали все мимо, проезжали. Никто на нее, по большому счету, внимания не обращал. И даже если помните, в предыдущий вторник, когда мы начали про нее рассказывать, я даже рассылала очень многим радиослушателям фотографии этой усадьбы, потому что они не могли понять, где это. Где? Вот там перед народной волей, перед поворотом, на горку, там вот с правой стороне. Вот мы описывали это здание из красного кирпича. Тут как только прошла информация про то, что из нее будут строить элитный отель. И я вот такая посмотрела по заголовкам за последнюю неделю в интернете, как только ее не называют журналисты, не знаю с чьей уж подачи. Жемчужина Екатеринбурга. Самое красивое здание нашего города. Вот стояло оно там, никому было не нужно. Стоило, а может быть это такое, знаете, уже пошла просто рекламная кампания, промо этого отеля. Хотя здание действительно красивое, но вот как-то все вот так вот в жизни. Пока не пнешь, не полетит, пока вот нет повода, никто не вспомнит. Просто не проезжать, а подойти к нему поближе и посмотреть. Потому что оно стоит того, чтобы его разглядеть, даже обойти его с разных сторон, посмотреть. Оно любопытно. То есть вот просто посмотреть. Там же, знаете, кроме того, что оно красно-кирпичное, там же очень много керамики даже во внешней отделке. Это как бы не бросается, когда едешь. Надо просто подходить и смотреть. Поэтому, ну и потом видите, к сожалению, еще что исчезло. Когда-то там был великолепный сад. Вот он за стенкой, за кирпичной сад. Там даже еще остались остатки фонтана. Ну, а сама по себе ограда была. Есть фотография, где Алексей Инфиногенович отдыхает на скамеечке. Вот. Там был совершенно прекрасный уголок. Хотя могу вам сказать, что как уж он там этот сад разводил. Потому что там буквально, ну, 5-7 сантиметров земли дальше идет сложная порода, чуть ли не скальная. Вот. Поэтому. Но, тем не менее. И подвал там ведь вырыли и прочее. Но, возвращаясь к семье, у него действительно... То есть это прямо вот не просто дом, это прямо усадьба, усадьба в полном смысле этого слова. Да, действительно. Потому что, кроме этого основного дома, у него там были и сами помещения для конюшен. И, видимо, были еще типа что-то фельгелечка и так далее. Потому что там у него и наездники некоторые жили. Поэтому нет, это усадьба. Причем она была огорожена кирпичом со всех сторон. Вот кирпичной стенкой. Но, к сожалению, за годы советской власти ее фрагментарно уничтожали. То есть там сначала одна постройка, потом вторая постройка. В результате вот от этих всех подсобных помещений мало что осталось. Возвращаясь к семье, три сына и дочь. Про дочь мало что известно, кроме того, что звали ее Софья. И она дожила до Гражданской войны. А все три сына получили сначала среднее, потом высшее образование. Ну, судьбы двух из них затерялись в годы Гражданской войны. Ну, а третий сгинул в 1937 году. Уже по понятной вполне причине. Потому что он был известный когда-то СССР. Социалист-революционер, потом правый СССР. А он считался врагом советской власти. И хотя он там долгие годы работал, в Свердловске уже, в различных учреждениях. Но ему все время помнили о том, что он правый СССР. Ну и в 1937 году, когда разнарядки приходили, он и сгинул в этот момент. А по поводу остального могу сказать, что Алексей Финогенович известен не только как там управляющий филиала. Он был и сам предпринимателем. Причем очень интересным, любопытным. Он забрался на территорию современного Казахстана, Енисейской губернии. Где-то у него были золотые прииски. Где-то разрабатывал каменный уголь. Даже одно время у него был такой серебросвинцовый завод. То есть добывал серебро и свинец. Так что разную деятельность он вел. Знали его достаточно хорошо. Одно время он у нас был даже президентом общества. Вице-президентом общества поощрения коннозаводства. Ну и, видимо, жизнь его завершилась где-то в 1926 году. Почти вся семья Железновых уехала в Сибирь. Ну, с колчаковцами, да, с отступающими. И там просто вот по сведениям сына. Причем так, где-то он написал около 1926 года. Может быть, он не хотел сдавать точную информацию. Это было во время допроса в ЧК. Поэтому вот такая расплывчатая информация. А дом переживал, знаете, очень много разных вещей. Ну, во-первых, в 1 марта 1918 года в него всерилась Екатеринбургская ассоциация анархистов. Вот они его заняли. Тут они формировали партизанский отряд. Тут же сначала раздавали брошюры и все прочее. Через какое-то количество времени, когда пришли белые, туда въехал штаб воинской части. То есть там шло формирование. Где Ютили сами Железнового говорить не буду. Может быть, где-то и в другом помещении. Потом позднее, уже, наверное, были на стыке 1918-1919 годов, там отпраздновали юбилей одного видного белогвардейца по фамилии Бангерский. Человек тоже с очень удивительной судьбой. Потому что кадровый царский офицер, потом участник гражданской войны. А потом судьба его мотанула. По урождению он латыш. Поэтому он вернулся на свою историческую родину. По-моему, чуть там до военного министра не дослужился. А уже в годы Второй мировой войны он служил в СС. Вот такой тоже сюжет, поворот есть. А когда новое пришествие советской власти в 1919 году, там почти сразу же появились органы народного образования. То есть они присмотрели это здание. Сначала небольшая структура. И потом на этой базе возникло облано, которое многие годы, собственно говоря, несколько, даже десятки лет занимало эту территорию. И находилось там. Его, наверное, многие старые горожане, как облано, и знают прежде всего. Угу. Ну, вот я находила информацию, что после того, как семья Железнова уехала в Сибирь, ну или сбежала в Сибирь, там эта усадьба использовалась и как школа для детей-инвалидов. Было такое. Во время Отечественной войны в этот дом эвакуировали из Москвы астрономический институт имени Штенберга. Только одно подразделение, так называемая служба точного времени. Да, в подвалах, вот как раз в больших подвалах, размещались хронометры службы точного времени. И в военные годы вся страна именно оттуда, из этих подвалов узнавала, сколько времени точного. Вот. Ну, что еще? Вот, кстати, нашим радиослушателям предложу. Владимир Петрович сказал, что попробуйте обойти здание вокруг. Я нашла фотографии в интернете. Там действительно остатки фонтанчика упомянутого есть. И вот я даже так засомневалась. С одной стороны, похожее здание есть где-то, по-моему, в Ирбите, в Перми и в Москве. В Москве располагается в нем французское посольство. И ходили разговоры о том, что лучше бы отдали под какое-нибудь здание. Но вот учитывая, что все здания, которые отдаются под какие-нибудь организации государственные... Да, они тут же закрываются. Они либо закрываются и как-то приходят вообще. Вот такое ощущение, что их там вот доэксплуатируют уже до печального конца. Поэтому, может быть, создание гостиницы, особенно учитывая, на каких условиях передают все-таки, выкупить невозможно здание, да, памятник архитектуры. А вот условия обременения там какие-то есть. Так, может быть, и восстановят и тот самый садик. Может быть, и фонтан заработает исторически. Ну, оно было бы хорошо. Просто единственное, что уже усадьбу в полной мере не восстановить. Там уже есть, по меньшей мере, два-три здания на ее территории. И их оттуда не уберешь. Угу. Так, здание очень красивое. Интересно, почему все-таки отель, а не музей? Сообщение от радиослушателя. Интересно, по мнению Владимира Петровича, какое здание самое красивое в городе? Вот на ваш взгляд. Ну, я бы за одно здание не решился. Потому что есть, конечно, классицизм у нас. И есть усадьба Расторгуева-Харитонова, одно из самых великолепных зданий. А вот на рубеже 19-го, 20-го я бы сделал ставку на дом Железного. Все-таки на дом Железного. Но оно действительно необычное. У нас, вот если, скажем, по стране этого псевдорусского стиля найти можно много, то у нас в городе нет. Но я бы еще одно, третье назвал уж на всякий случай. Это старый вокзал. Вот особенно, когда он ухожен. Там, конечно, тоже у нас ни одно здание без потерь, оно не обошлось за годы эксплуатации. Это понятно. Но вот тем не менее, одно из таких, знаете, необычных... Ну, вот вокзал я вообще люблю. У меня он все время пряничным домиком таким кажется, когда его подновили, подкрасили свежими красками. Это вот в глубине, которая стоит, оно вообще как теремок. Да-да-да, но раньше были воинские кассы, сейчас это музей железнодорожный и так далее. Он вообще изумительный сам по себе. Около вот него тоже надо ходить и смотреть. Да, но вот, кстати, я его увидела, уже несколько лет жила в Екатеринбурге, когда вот то ли кого-то провожала, то ли это было связано с какой-то поездкой вот по делам журналистским, телевизионным. И я с таким удивлением его там вот в глубине обнаружила, потому что, к сожалению, туда ведь немногие забираются, только по надобности какой-нибудь. Ну, сейчас там северный вокзал. Туда же можно экскурсии водить. Поэтому, в принципе, народ-то мимо него проходит. Единственное, что как бы суета есть суета, и не успеваешь посмотреть. Но на самом деле оно того стоит. Это радио «Комсомольская правда». Да, и у нас, к сожалению, закончилось время, и мы по-прежнему принимаем заявки от наших радиослушателей, заявки на те дома, про которые вам интересно было бы услышать. И причем даже на СИЗО сегодня заявочка пришла. Да, но мы их пока собираем, и потихонечку мы, кстати, по вашим заявкам и идем в наших вторничных программах утренних. Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Института истории и археологии УРОРАН. Инна Боева, Антон Байчук и Сергей Корякин были также с вами сегодняшним утром. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».